Добрый день! У нас в эфире совместный проект «Универсмотри» и «Интернет-издание реального времени». Проект посвящен освещению деятельности КФУ, ответам на вопросы наших интернет-пользователей о тех проектах и о тех процессах, которые происходят в КФУ. Сегодня у нас в гостях директор Института фундаментальной медицины и биологии Киясов Андрей Павлович. Здравствуйте! Добрый день! Андрей Павлович, сразу возьмем «Быкан-дорога» и главный вообще вопрос. Главный такой вопрос. Вот деятельность вашего Института, она вошла в состав этих четырех главных стратегических академических единиц КФУ, о которых было заявлено, продекларировано. Вот в связи с чем вообще медицина и биология оказались на стратегическом острие? Ну, вопрос, в общем-то, очень... Вернее, ответ очень простой. Дело в том, что если посмотреть на короткую историю уже федерального университета, то после объединения многих-многих вузов, так сказать, в любом случае стоял вопрос, значит, вот создали федеральный университет, слили. Дальше ведь все равно, так сказать, он не может... Это в какой-то степени искусственное объединение, и необходимо было выбрать направление, блоки и приоритеты. Процесс шел. Процесс шел, но помогло нам, безусловно, это постановление правительства, когда было объявлено о конкурсе, что российские вузы могут войти... Ну, то есть, вот этот вот конкурс, так называемый 5-100. На ученом совете, как сейчас помню, и на ректорате, и на ученом совете обсуждалось, играть нам в эту игру, не играть нам в эту игру. Но все приняли однозначное решение, что надо попробовать, а почему? Понимаете, это цель. И решая эту цель, сразу же встал вопрос, а как нам выбрать приоритеты? То есть, мы не можем развивать все. То есть, вы понимаете, даже если вы посмотрите колхозы, маленькие коллективные вот эти вот хозяйства, то они все специализируются. То есть, кто-то специализируется на общеводстве, кто-то на животноводстве, кто-то там зерновые. И вот эта вот махина, которая 45 тысяч студентов, так сказать, то есть, огромная, она должна была тоже каким-то образом вокруг чего-то концентрироваться. Именно на первом этапе, поэтому мы выбрали 5 приоритетных направлений. То, о чем вы сейчас спрашиваете, это стратегические и академические единицы, это уже как бы эволюционный такой следующий шаг. Потому что 5 приоритетных направлений, это в основном в науке. Но важно еще, поскольку мы в ВУЗ, чтобы еще была образовательная составляющая. Поэтому потом, так сказать, как бы уже дальше думая, мы говорим, да, то есть, у нас должны быть некие стратегические, стратегические, академические единицы, когда наука и образование вместе. Здесь мы немножко, так сказать, как бы сконцентрировались уже, мы не пропало приоритетное направление медицины и биологии, и фармацептика. Вот оно осталось, но оно расширилось, потому что уже в состав стратегической, академической единицы, как бы на правах консорциума, сюда вошли и другие институты. В настоящий момент полноправно уже работают, так сказать, там работает институт физики, институт химии, высшая школа информационных технологий, институт, я боюсь соврать название, так сказать, это ВМК бывший, так сказать, это лингвисты, это психологи, безусловно, это университетская клиника. То есть, поэтому это консорциум, это консорциум, который позволяет только вокруг медицины, методами и способами, так сказать, других специальностей решать не только научные, но и образовательные проекты. То есть, насколько я правильно понимаю, это вся междисциплинарность, это ответ на мировые вызовы, ответ на мировую практику. Вы правы. И более того, вы знаете, мы даже, как бы, когда думали, и к чему бы стремиться, мы говорим уже даже не о междисциплинарности, мы говорим, что после 20-го года, или к 20-му году, мы должны создать среду, когда это будет вообще трансдисциплинарность. Что это такое? Когда не будет деления. То есть, междисциплинарность, это когда физик и биолог, или физик и медик взаимодействуют. Это взаимодействие между разными специальностями, между разными дисциплинами. А трансдисциплинарность, это, вот, посмотрите, атлас профессии будущего. Это будет IT-медик, это будет инженер здоровья, это, то есть, когда реально будет создана новая образовательная такая вот площадка для подготовки специалистов новых, потому что мы сейчас переживаем четвертую промышленную революцию. И вот, так сказать, на выходе от четвертой промышленной революции, точно так же, как любая промышленная революция, она теряла какие-то старые профессии, но нет сейчас извозчика, так сказать, их заменил таксист, так сказать, как он, машинист, там, летчик, или еще чего-то. В конечном итоге мы потеряем тоже ряд специальностей, но мы приобретем новые. И вот эти новые, они должны возникнуть, когда не просто взаимодействуем между дисциплинами, когда одна дисциплина и другая сольются, транс, то есть, они будут вместе, и появится нечто новое. То есть, это и есть, вы понимаете, были такие вопросы, зачем создавать, плодить конкурента Казанскому медицинскому институту? Когда четыре года назад образовывался, уже почти четыре года прошло, когда образовывался институт фундаментальной медицины и биологии, были вопросы, зачем эта конкуренция? Выходит, вот именно это транс, дисциплинарность, междисциплинарность. Вы знаете, во-первых, опыт Казани, я имею в виду Казанского федерального университета, он институт фундаментальной медицины. Да, есть классический университет, но вообще, моя точка зрения, что классический университет, без медицинского факультета, это неполноценный. Я, это опять-таки, моя точка зрения, я могу поспорить, так сказать, на этот счет, выделение отдельных медицинских вузов из состава университета, это тоже неправильно, потому что, если мы вспомним золотой век Казанской медицины, это было в основном в стенах Казанского императорского университета. Но даже не про это. Если мы посмотрим на примеры других городов России, то есть, все прошли через это. Первый медицинский, который в Москве, это бывший медицинский факультет Московского университета. Первый, Санкт-Петербургский, так сказать, все, которые выходили, они выходили из стен классического университета. В Новосибирске та же самая ситуация. Так вот, эти три классических университета, они создали внутри себя медицинские факультеты. Вот в этой ситуации можно говорить, что это прямая конкуренция, потому что и по названию, и по функционалу это одно и то же. Мы же создали нечто новое. То есть, мы уже создали, то есть, когда мы создавали, мы не создавали медицинские факультеты, которые мог бы быть просто конкурентом или еще что-то. И мы вообще не говорим о конкуренции. Мы пытаемся создать совершенно новую научно-образовательную среду, потому что наш институт, он создан на базе биофака. Потому что, так сказать, я понимаю и уверен в этом, что невозможно, так сказать, заниматься той самой современной фундаментальной наукой, вы понимаете, она сейчас очень точная, она сейчас инструментально зависимая, независимая, причем от такого дорогого инструментария. Капиталоемкая. Конечно, да. И поэтому, так сказать, именно наш институт, в отличие от многих других, так сказать, созданных или классических университетов, он создавался на базе биофака. Именно у нас, уже нас на начале создания, мы создали вот эту вот уже не междисциплинарность, а уже транс дисциплинарность, потому что это разные. Даже если посмотреть по классификатору специальности, биология и здравоохранение, это разные. Но уже в рамках одного института мы сделали первый шаг. Мы уже слили биологию и медицину. Транс – это вообще идея, которая должна, так сказать, в общем-то, идея, к которой мы стремимся. Сейчас пока это на самом деле междисциплинарное взаимодействие. Но эти междисциплинарные, то есть тесные междисциплинарные взаимодействия, которые потом должны перерасти. Вот. Хорошо. Конкретный пример. Вот есть две специальности в университете. Медицинская и физика. Медицинская и медицинская химия. Это не здравоохранические специальности. То есть это реально физики, которые четко готовятся для медицины. Это химики, которые готовятся для медицины. Понимаете, вот уже даже открытие вот этих вот двух новых специальностей, это уже, это появление новой специальности, то, о чем мы говорили, профессии будущего, так сказать. То есть это уже тоже шаг к продвижению к профессиям будущего. В классификаторе еще нету таких профессий. Медицинская химия, медицинская физика есть, но они на уровне магистратуры только пока. Медицинская химия.